Радиостанция Сан-Гейтс 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 Слушатели и зрители. Значит, цикл был начат в прошлый раз, и мне хотелось бы на сегодняшней встрече продолжить разговор о трех первых живописцах, которые стали объектом моего интереса и, соответственно, получили отражение в виде изданных альбомов. И первым из них был Иван Айвазовский, я напомню, покажу его альбом еще раз, видно хорошо, нет, я не знаю, хорошо. Значит, вот этот альбом. Значит, в прошлый раз не было возможности мне рассказать о том, что этот альбом был первым в этом сериале, и мы, соответственно, составители этого альбома, я и Рафаил Пинкусевич, который подбирал картины, я писал к ним стихи, считали необходимым обратиться к вам, дорогие читатели, такими словами. Порядок здесь привиденных картин привязан к датам их рождения. Мы предлагаем на полотна новый взгляд изображения пропустить сквозь ощущения, вернее, душу. Вернее, душу. Для передачи наших чувств пусть стих послужит. Попытку нашу не судите строго, для вас старались как могли Рафаил Пинкусевич и Белл Коган. Это было наше представление и как бы первое ознакомление вас с понятием новый взгляд. А дальше я зачитаю, покажу несколько картин, которые, так сказать, дают представление как о самом художнике, как об этом альбоме. Значит, вот картина, я ее вам показываю. Называется она «Кораблекрушение». Написана была в 1843 году. Это одна из его самых известных картин, как я понимаю, правильно? Ну да, у него практически цикл где-то с 1840-го до 1850-го. Это был как бы всплеск его таланта, который, очевидно, запомнился многим людям, поскольку это был океан и игры с ним, так можно сказать. Значит, стихотворный комментарий к этой картине звучал так. Удар волны, крушение корабля и люди тонут, Сквозь шум неиствой воды несутся стоны, Спасение шанс немногим потерпевшим дан, Погибнут многие, обрек их врагам. Замечательные стихи и, кстати, очень точно вы так все охарактеризовали. Именно нужно видеть полотно, надо знать мариническое творчество Айвазовского, для того, чтобы понимать вообще глубину всего этого. Вы очень любите это описать. Теперь я просто как напоминание и возврат к тому, что многим известно. Девятый вал, я его напоминаю вам, покажем, этой картины. Она видна? Да. Хорошо видна, да? Да. Значит, вот это девятый вал. Я его прокомментировал так. Это общеизвестная картина, у многих она вызывает свои ассоциации. Мое ощущение этой картины звучит так. Смешение красок будоражит нервы. Мы лицезреем лучшие шедевры. Копил энергию, зловещую угрожал, Как наказание за грехи девятый вал. Обломок пачты, мачты и испуганные люди. Лишь вера в чудо им поддержкой будет. Да, замечательно. И вы так оставили такую концовочку незавершенную. То есть, что там дальше будет, непонятно. Хотя все понятно. Догадывайтесь. Сами. Атанчируйте. Изобретайте. Называется «В лучших традициях Голливуда» оставили концовку на рассуждение уважаемого радиослушателя. Да, вот любопытная картина очень тронула меня своей жизненностью, своей приближенностью к нашей реальной жизни. Многие ее вообще не знали. Вот я ее показываю. Эта картина называется «Камыши на Днепре. Близ местечка Лешки». Интересно. Пожалуйста, посмотрите. То есть, заметим, не море, не море. Видно, да? Да, да, да. Пожалуйста. Значит, тут такой комментарий к нему, несколько, так сказать, юмористичный. Так. «Камыш под песней звонкой гнулся. Неслась песня над Днепром. С певцами челн чуть шелохнулся под легким предвечерним ветерком. Шмак сала с обжигающей картошкой. Вечеря у местечка близ Алешки». Вы так вкусно читаете, что наши уважаемые радиослушатели сейчас невольно так слюнули. Облизнулись. Да, да, облизнулись. Да, даже я на эфире так. Оп. Ага. Хорошо. Значит, вот таким образом мы заканчиваем первое знакомство. Этих картин 30. Естественно, я не... Конечно. Всего Игоревского нельзя же. Другой набор, очевидно, при встрече творческой, если она состоится, открывающей другие стороны от творческих. Теперь приступаю к Левитану. И далее будет Шагал. Объясню почему. Значит, у меня достаточно много времени заняло погружение в еврейскую живопись. И я отобрал великолепную семерку, в состав которой, естественно, вошли Левитан, Шагал. И далее пять выдающихся еврейских живописцев, известных всему миру, но знаменитых еще тем, что все они были евреями. Но, думаю, большинство или множество слушателей и зрителей не знали о том, что они были евреи. Но это будет программа, это войдет в следующее интервью. А пока я охвачу первых двух, которые не вошли в тот сборник, где эти пять выдающихся евреев, живописцев. А это первые Исаак Левитан и Марк Шагал. Значит, начинаем с Левитана. Значит, опять я зачту наше обращение автора. Тут я уже остался один, я уже был составителем, я автором стихов. Правда, Рафаил Перкусевич и здесь меня помог подобрать приблизительно половину этой подборки. Но я не удержался, и Левитан так меня околдовал, что это единственный альбом, в котором 40 картин охвачены моим комментарием. Он настолько меня вдохновил, настолько, так сказать, поразил, настолько влюбил себя, что я практически не мог остановиться. Значит, от составителя альбома я показываю обложку этого альбома, надеюсь, ее можно разглядеть. Да-да, видно, видно. Видно, да? Называется альбом «Живописца Исаака Левитана. Новый взгляд. Резюме стихов». От составителя альбома. Пусть непривычен наш подход к оценке и восприятию картин в альбоме этом. Мы подтверждаем, был Исаак поэта. Природу насыщал особым светом. Но больше осень он любил, чему благодаря нас покорил. И вдохновил стихи писать, чтобы ощущение передать держащему в руках альбом, не поминая лихом на стритом. Замечательные стихи. Интересно очень. Понимаете, Левитана вообще фигура такая одиозная, неоднозначная. У него сложные картины для вот такого обычного восприятия. То есть Левитана нужно понимать. Левитана нужно, правильнее сказать, чувствовать. Чувствовать, да. Понимать можно любой сюжет, реалистичный он или абстрактный, или вообще какой-то непонятный. Но тут все проникнется глубоким чувством, глубокой любовью к человеку, к природе, к окружающей среде, ко всему, что окружает нас в этой жизни. Вот картина, которая называется «Берег в море». Это Крым, злополучный Крым, который стал притчей его языцей в это время, уже в течение года. Мы все время переживаем «Крым наш» или «Крым не наш». Но здесь это Крым наш, это Крым, принадлежащий всему человечеству, поскольку он бесконечно прекрасен, бесконечно доброжелателен, бесконечно дружелюбен и всегда ждет нас. Поэтому, значит, я прокомментировал эту картину таким образом. Следы разлома скал, обласканные морем, их сочетание нас радует окраской. Вода по цвету даже с радугой подспорит. Созвучие же цветов зовет нас в сказку. Замечательные стихи. Спасибо за такую оценку. Теперь я перехожу к циклу, который нашел отражение, кстати, вернее, объекты, которые изображены на этой картине. Они нашли отражение у многих поэтов. Они звучат по-разному, но такую лиричность, такую теплоту, возможно, трудно найти еще где-либо, кроме полотен Левитана. Вот, пожалуйста, эта картина. Называется она «Березовая роща». Вот ее сотворение, 1888. Попытка в мир проникнуть Левитана не показалась на примере этом странной. Березки кто-то постарался чуть согнуть. Трава пушистая зовет в нее согнуть. И понял, чтобы постичь картины суть, обязан в роще воздух я вдохнулся. Да, очень-очень близко к смыслу картины. И, видя эту картину, видя полотно, можно очень проникнуться вашими стихами. Спасибо. Нет, это еще не все. И все, окей, хорошо, хорошо. Значит, еще два, еще у меня осталось два кусочка Левитана, которые я хотел бы до вас довести. С удовольствием. Значит, вот картина удивительная, которая называется «Тихая обитель». Вода, какая интересная. Разглядели, да? Конечно. Так. Путь над водой мазком проложен, А далее шагай как можешь, Сквозь чащу зелени пушистой, И меж скволами гелий серебристых, Манит обитель куполами, Легко парящими над нами. Запрятан храм в Киши, Там к Богу ближе, Молящихся, наверное, И от он слышит. Ну и, наконец, последнее. Это тоже, так сказать, Кстати, Два этих альбома, Когда они только вышли, Это интересная история, Коротенькая, Заказал мне Известный, наверное, Всем Артем Тарасов, Это первый советский миллионер, Если помните, Заплативший 90 тысяч рублей Партийных взносов, За что потом Был многократно наказуем, Бежал в Англию Первый из Угольных золотоискателей, Который обогатился На этом, Потом на продаже разных металлов За границу, Сейчас он вроде опять здесь И пропагандирует Разные новшества, Созданные Российскими учеными. Так вот, Он заказал Два таких альбома Для первосвященника российского, Потому что он в это время Служил, Нельзя сказать, Под его началом, Его и партии, Он представлял Инвестиционный фонд Русской православности. Значит, Вот эта картина Называется Вечерний звон. Я вам ее показываю. И в ней короткая Лаконичная Лаконичная Лаконичный комментарий. Подбор цветов Их сочетаний Разнотонных Подобен Звукам Колокольных звонов Несущихся Над тихой рекой Вечерний звон Блаженства И покои. Очень легко, Красиво И соответствует Увиденному. Спасибо. Очень близко. Очень близко. Левитан Дорогой сердцу Близкий Сердцов. Но я же Жду Шагала. Я очень люблю Марка Шагала С его такими Неоднозначными Картинами. Пока мы Вроде бы Не превысили Наш лимит Нормально, Мы во время. Чем по 15 часов И поэтому 15 минут Я занял Ваше время Это Марк Шагала. Это Удивительный Художник Это необычный Творец И Скульптор И что только Он мне натворил И мозаика И все И по-моему Его след неизвладимый Поэтому меня Страшно удивило Был период Когда я Работал Чтобы как-то Прожить Только по приезде На Заправке На Гастейшн И Был Ночным Кассиром Где мне приходилось Все делать И продавать То, что нужно было Заправлять машины И мыть Пампы И так далее Это вам доктор Ну а тут не в этом Рядом со мной Трудился Мой сменщик И Я Неожиданно Узнал Что он Из Витебска И что он Жил на родине Шагала Но Оказалось Его супруга Даже не слыхала Этого имя Хотя Этому человеку В то время Было около 60 лет Поэтому Это несколько Странов Впрочем Для Советского Союза Это Было Вполне Очевидно Нормально Так И теперь Я Зачитываю Обращение Читателя От создателя Альбом Чтоб Творчество Художника Понять Историю Еврейства Надо знать Проникнуть Суть Явлений И времен Когда народ Был на страдания Влечен Шагал Об этой жизни Много знал Творил Любил Был счастлив И страдал Попытка Наша О картинах Рассказать Вернее Их Подборки Тридцать Небольшой Взгляну По-новому Могла Перепугать Хотя Смотрелась Как идея Хорошо Дать Резюме И в Стихотворной Форме Да это Вызов Всем Привычной Нормы И если Труд наш Не напрасным Стал Спасибо Всем Альбом Кто В руки Взял Итак Интересно С какой же Картины Вы начнете Я начну Неожиданно Для вас Картины Которая Ну Не знаю Она Немножечко Обескураживает Так Но это Я впервые Хорошая Картина Хорошая Картина Неспорю И все Евреи Особенно Ортодорсальные Воспринимают Воспринимают Нагое тело Но Здесь Нельзя было Не удержаться Но мы же О искусстве Говорим А это Совсем Другая Нагота Извините Значит Картина Называется Красная Обнаженность В картине Пояснений Не читал Но ясно Что Женщину Мы Видим Просто Красный Загад Чрезмерный Или Ожог От бани Вопрос Быть может Этот Странен Скорее Всего Натурщица Смутилась Когда Впервые Обнажилась Художник Этого Не знал И То Что Видел Написал Выкрутились Называется Выкрутились Из положения Ну Что Зачет Зачет Хорошо Да Интересно Пришлось Выкручиваться Да 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 По другому Такое Обращение Уже Со знаком Уважения И Некоторым Извинением К верующим Евреям Вот такая Картина Сейчас я Ее выведу Разглядеть Можно? Да Видно Видно Значит Картина Называется Евреям Молитвы Да Да Бог Носитель Мудрости И знаний Он Многолитв Но К нам Не безразличен Есть Стора Средства Для Разумий Раскаяний Евреям Молящимся Мы знаем Динамичем Мольба Счастья Просьба Обращения В молитве Откровения Воплощения Ну Замечательно Так сложно Вот так Хорошо То есть Блеснули Уже Всеми красками Здесь Да Ну Теперь Так сказать Летающая Женщина Наверное Нет Поклон Поклон Всем известным Скрипач На скрипке Но Здесь Просто Скрипач Я выложу Эту картину Увидели Да 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 И звучит Мой комментарий К этой картине Так Еврей Из скрипка Плач О жизни Вечна Стоской В душе Не просто Жить Сумел Художник Я уверен Безупречно В окраске Тятос Все это Местечко В нем Осевшие Евреи На пев Ногилы Жаль Сердца Нежреи Замечательно Вот таким образом Я Познакомил вас С тремя Великими Людьми Один из них Правда Был армянином Но это не меняет Сумфири И значит На следующей встрече Я приступлю К этому Сборнику К этому Альбому Которому В котором я Собрал Остальных Пять Из великолепной Семерки Но я не буду Даже сейчас Называть их имена Поскольку Эти имена Не все знают Что это Еврейские имена Пусть это Останется Загадкой Поводом Для разумий При подготовке К следующей встрече Со мной Спасибо за внимание Итак уважаемые друзья Я хочу поблагодарить Нашего замечательного Респондента Валерия Когана Который сегодня Выступал Так замечательно И читал свои Прекрасные стихи Показывал картины Вообще такой труд Достаточно Интересный Комментировать Картины в стихах Это нужно еще Уметь и чувствовать За что вам Валерий Огромное спасибо Напоминаю вам Дорогие друзья Это была радиостанция Сангейс Телефон Нашего Эфира Прямого Обычного 847-226-999 Вы можете После эфира Или во время эфира Всегда позвонить По этому телефону И задавать вопросы Также вы можете Присылать свои СМС Нам на страничку Или на этот телефон Еще раз Хочу представить Валерий Коган Доктор наук Писатель Поэт Публицист Член Международной Ассоциации Литераторов И журналистов В Лондоне Огромное вам Спасибо За столь Исчерпывающее Скажем Отношение К искусству В стихах Вот Спасибо До свидания До следующей встречи Благодарствую До свидания Субтитры сделал DimaTorzok